Бракосочетание Вы не представляете себе, как сейчас, буквально в нескольких метрах от вас, они стоят, держат друг друга за руки и бесконечно сильно волнуются. Поэтому у меня к вам будет большая просьба. Пожалуйста, когда в нашем зале появятся главные виновники сегодняшнего торжества, прошу вас, поаплодируйте им от души, улыбнитесь им и, самое главное, не сдерживайте своих эмоций. Договорились? Ну что ж, мы начинаем, и я не буду делать долгих отступлений. И с радостью приглашу в этот зал красивого, сильного, настоящего мужчину, который сегодня сделал в своей жизни очень важный шаг. Встречайте, наш жених Александр! Ребята, громче, громче, громче! И вот это тот момент и тот день, когда своих друзей, своих любимых нужно встречать только так. Ну а сейчас, внимание, красивая, очаровательная, утонченная, наша невеста Алена в сопровождении папы Игоря Леонидовича. Спасибо, папе! Дорогие молодожены, дорогие влюбленные, Александр и Алена! Сейчас я прошу вас, возьмите друг друга за руки. Я знаю, что сложно, но попробуйте посмотреть друг другу в глаза. Не сдерживайте ваших слез. Улыбайтесь и наслаждайтесь моментом. Вы знаете, друзья, среди тысяч, сотен людей, которых мы встречаем в нашей жизни каждый день, есть абсолютно особенные люди. Эти люди – наши вторые половинки. Именно в них мы нуждаемся каждый день. Именно с ними мы хотим проводить все свое свободное время. Именно о них мы хотим заботиться. Именно их мы хотим любить вечно. Дорогие молодожены, заключение брака – это личный выбор каждого человека. И когда в жизни появляется человек, в душе которого ты тонешь, как в бушующем океане, при виде которого сердце обжигает пламенем, воздух наполняется электрическими разрядами, а земля уходит из-под ног, вот тогда ты понимаешь, что тебя поглотила стихия любви. Это очень прекрасно, что вы встретили друг друга. И это прекрасно, что ваши эмоции сейчас неподдельны. Я хочу спросить вас, готовы ли вы дать согласие друг другу в бесконечной любви и верности? Согласны ли вы в присутствии ваших семей и ваших самых близких друзей? Дай друг другу обещание уважать, любить, доверять, ценить и поддерживать. Я хочу спросить вас, Александр, согласны ли вы взять в жены Алену? Алену, согласен. Это достойно аплодисментов, друзья. Я хочу спросить вас, Алена, согласны ли вы стать женой Александра? Да. Мне кажется, что ваши дорогие гости растроганы сейчас больше вас, правда, друзья? Ну, это замечательно. Они сказали друг другу «да» и самое главное, что вы должны сделать. Обменяться обручальными кольцами, символом простым, древним. Давайте поддержим аплодисментами маленького ангелочка Романа, который поможет нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И это первое поцелуй, друзья! Поздравьте! Ну что, по традиции, сейчас нужно будет очень громко покричать и очень громко аплодировать Александре Алене. С этого момента вы, муж и жена, и ваша общая фамилия Малмановы. Вас очень поздравляем! И сейчас, дорогие гости, я хочу обратиться к вам. Вы самые близкие, самые родные, самые любимые люди для наших молодых. Начиная с родителей и родственников, я прошу вас, пожалуйста, можете к молодым подойти, обнять их, поцеловать, вручить им букеты. Пожалуйста. Поехали! Поехали! Продолжение следует... 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 И сколько у нас маленьких гостей? Раз, два, три. И маленьким тоже аплодисменты, пожалуйста. Прекрасно все. На самом деле в зале сегодня есть люди, от которых очень много зависит по итогу сегодняшнего свадебного дня. Ну а самое главное, именно их глазами, именно результаты их работы увидят ваши дети. Да, это прекрасная команда. Команда Вау Лав это, да. Фотограф Юля Горшкова. Видеограф Радзи Горшков. Как всегда серьезен, даже ручкой не помахал. Вот, отлично. Если что, друзья, можно сегодня к ним обращаться, ну к Юле в основном, портретики, да, если надо поснимать. А так улыбайтесь просто, она вас сама пощелкает. Ребят, ну что ж, и первое почетное право поздравить своих детей. Я хотела бы отдать их замечательным семьям. Давайте поприветствуем бабушку, нашего жениха. Встречайте бурными аплодисментами. Людмила Александровна. Дорогие мои, Саша и Алена. Поздравляю вас с законом брака. Желаю вам долгой совместной жизни, любви и согласия. Любите друг друга, берегите друг друга. Пусть ваша семья будет большая. И я дочу подчасти отрадуюсь. Друзья мои, давайте еще раз поаплодируем бабушке жениха. И мы встречаем родителей невесты. Папа Игорь и мама Наталья. Не смотри на меня. Дорогие наши дети Александра и Алена. Сегодня у вас самый знаменательный день в вашей жизни. Сегодня у вас самый знаменательный день в вашей жизни. Теперь у вас не только общая фамилия, но и жизненный путь. И я хочу, чтобы вы прошли его достойно. Александр, сегодня я тебе отдаю самое дорогое, что у меня есть. Свою доченьку. Которую я с самого рождения холил и лелеял, заботился о ней. Хочу, чтобы ты продолжил. Доченька, ты теперь по-настоящему стала взрослой. И теперь придется сейчас заботиться о своем муже. Живите долго, любите друг друга. А я сегодня самый счастливый отец. И я счастлив, как никогда. Совет вам до любви. Дорогие наши дети, Александр и Алена. Вот и пришло время строить вас в свою самостоятельную жизнь. Сегодня очень торжественный и очень замечательный день в вашей жизни. День вашего бракосочетания. Так пусть же ваша семья будет крепкой. Дом богатым и щедрым. А жизнь благополучной и счастливой. Будьте счастливы. Во всем поддерживайте друг друга. Уступайте друг другу. Алена, я тебе желаю стать замечательной хозяйкой. Быть любимой и любящей женой. Стать счастливой и заботливой мамой. Александр, я тебе очень желаю, чтобы ты стал настоящим главой семьи. Чтобы ваши дети вами гордились. Так как мы гордимся вами. Счастья вам, благополучия, тепла. Любите друг друга. Совет вам и любовь. Мы вам всегда поможем. Спасибо. Прекрасное поздравление. Громче аплодируйте, дорогие и уважаемые гости. Но это еще не все на самом деле. Алена, у тебя есть крестная, да? Которая сегодня... Юля, да, ее зовут? Сегодня не может присутствовать на нашем замечательном празднике, но она тоже хочет вас поздравить. И она приготовила для вас подарок. Я прошу внимания на экран, дорогие друзья. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь, дорогие друзья, поднимайте ваши бокалы за наших молодых За все те прекрасные, добрые слова, которые прозвучали от бабушки-жениха и от родителей-невесты За молодых! Есть люди, которые знают их прямо с самого детства Да? Поднимите ручки, кто знает молодых с детства? Прямо с пеленочек практически Ага Тоже что ли? С пеленочек? Так, а кто может быть там где-нибудь лет с 5-6 или со школы? Есть такие школьные друзья? Так, хорошо, ладно, ну я так понимаю, что хорошо вас знают, ребят У нас традиционный конкурс на знания жениха и невесты, все очень просто И назовите мне, пожалуйста, любимую марку автомобиля невесты Хонда? Нет Хонда? Чуть-чуть фон потише Опель? Опель-то у тебя ждали он? Ну нет, надо к чему-то стремиться БМВ нет Ауди, нет, Мерседес, Порше, ничего себе стремиться Мазда тоже нет Кто-то там первый сказал, Лексус Папа был Папе аплодисменты! Лексус! Ой, какая милота вам достается А ваша мечта тоже Лексус вы хотите? Стало интересно, кто первый купит Лексус? Саша Алене, да? Или папа себе? Или папа Алене? Алена себе? Она, кстати, такая самостоятельная девчонка, я хочу про это сказать Супер вообще Это здорово, молодец Нет, Сашка купит Да, это Саш? Купит, купит, не сомневайтесь, я уверена Все, продолжаем Любимый музыкальный исполнитель жениха Пацаны Говори по-русски Ничего не... Борис Бреча Скажи микрофон Борис Бреча Я даже не знаю такого Нет Какой-то Бреча, нет Ну, давайте, кто-кто? Еще одного не знаю Пошла отсюда я Камиль, нет Рамиль Тоже нет Баста Вот уже знакоменькое что-то, но нет Нет Хамали Навали, нет Сложные, да? Какие-то названия вообще говорят Не понимаю ничего Оксимирон, нет Молодец Молодец Это гуф Тебе аплодисменты Гуф Теперь на понимание Поднимите руки Кто в зале знает, кто такой гуф Ладно Все неплохо Держи Отлично Молодцы Хорошо, что я знаю, но никогда не слышала, по-моему, да? Возможно Нормально Любим вид спорта жениха? Нет, не футбол Кто сказал первый хоккей? Кто? Естественно А там Нет Ничего У меня знаете, какой слух идеальный? Это там вот парень в белой рубашке Догадайтесь сами Какой из них Я, между прочим, специально пошутила Это Сашка был Нормально Я только сейчас поняла, что Аленка у меня пропустила вопрос про любимое блюдо Она такая А я ничего не ем, да? Вообще Она нет Она сам вопрос удалила Я только сейчас увидела То есть Нет Этого вопроса нет Ладно, давайте так Любимый напиток жениха Водка Какая водка, пиво Вы что несете? Коньяк? Нет Да Нет Смузи, кола? Нет Кофе Кто сказал? Кофе Кто сказал? Вот А я говорила слух хороший, да? Белые рубашки Все Аплодисменты Кофе Держи Да, пожалуйста Так А где у них было первое свидание? В машине В машине Нет В парке В парке? А в каком? Нет Вот, Наташа, ты молодец Ты че? Тропа здоровья Это место, куда Саша пригласил Алену погулять Да? Так было? Ну ладно Все Аплодисменты, Наташа Молодец Подружки все должны знать про подружек Ну или почти все Все И два моих любимых вопроса Прямо Которые очень сильно раскрывают весь потенциал На дальнейшую семейную жизнь Да? Как молодые называют друг друга? Давайте Как Невеста ласково называют жениха? Солнышко, котик Нет Сайчик Сайчик Нет Кто сказал пупсик? Ах ты умничка Конечно Посмотрите на него Он же вылитый пупсик Саша такой Я не пупсик Вообще-то, да? Не пупсик я Ну ладно И как жених ласково называет невесту? Аленка Ну почти, но нет Кто? Где? Ты, да? Солнце Все Молодец Аплодисменты Солнце Вы уже поняли Когда я спрашиваю кто где Нужно просто отвечать Я здесь, да? И я сразу же засчитываю все Все, все как обычно Ладно Я хочу сказать Что этот конкурс Он конечно был просто разминочный Для того, чтобы немножко оценить Насколько вы бодрые Но я знаю, что вы бодрые Просто еще только все начинается И немножко сложно расслабиться пока Именно поэтому мы сейчас бокалы поднимем Для того, чтобы расслабиться Давайте за ваше прекрасное настроение За вас, дорогие друзья Дорогие гости Поднимайте ваши бокалы Мы с вами договаривались, что все трогательные моменты Мы оставим в первом блоке Да, логично Давайте сейчас Наверное, самый трогательный Да? Хочется? Я знаю, что не хочется Но надо Выходите ко мне Давайте, выходите И я прошу присоединиться к нам Родителей Невесты И я приглашаю бабушку жениха Пожалуйста Церемония зажения Семейного очага Она очень древняя Она очень давняя Она очень трогательная Она несет в себе огромный смысл И я сейчас постараюсь его вам передать И те, кто не знакомы с этой традицией Возможно, откроют ее для себя И я очень рада, что наши молодожены При составлении плана мероприятия Уделяют этому огромное внимание И выбирают эту традицию Как одну из действительных Потому что это дань уважения Вашим семьям Дорогие молодожены Вашим корням И Вы знаете Уважаемые гости На самом деле Все началось Очень-очень давно Когда-то Мужчина С самого начала Являлся добытчиком Так было заложено С первых дней И он добывал огонь Сегодня Это, конечно, уже немножко Какой-то другой эквивалент Но, тем не менее Мужчина Ответственный Сильный Мужественный Всегда Берет на себя Эту роль Он Добытчик Женщине Отводилась Особая роль И В ваших Семьях Сейчас Рядом с вами Свечи Не просто так Держат именно женщины Мама и бабушка Хранительницы Семейного очага В ваших семьях И я знаю, что Именно они сейчас Очень хорошо понимают То, о чем я говорю Потому что Хранить Беречь Вдохновлять И поддерживать Это иногда Намного труднее Чем Добывать Правда? И я уверена, что Без Хорошей женщины Не может быть Достойного мужчины Ну что Дорогие Мама и бабушка Вам Сегодня Доверено Очень важное Дело Когда вы будете Зажигать Семейный очаг Для Саши И Алены Вы В своих Мыслях Душах И сердцах Должны Пожелать Им Самое Светлое Самое Доброе И самое большое Все то, что есть у вас По отношению к ним Вот это чувство любви Прямо передать Договорились? Я сейчас попрошу Молодых Посмотреть друг на друга С любовью Посмотреть друг на друга Вот так вот И Дорогие Мама и бабушка Я прошу вас Одновременно Зажигайте Семейный очаг Александра И Алены Вкладывайте в это Всю свою любовь Друзья Давайте поддержим Аплодисментами Я всегда говорила Говорю и буду говорить Что все начинается С корней Все начинается С семьи Никогда не забывайте Что у вас есть Ваши самые близкие люди Которые любят вас Которые ждут вас Всегда и несмотря ни на что Это очень важно И теперь у вас есть Ваша семья Это достойно Аплодисментов Дорогие гости Давайте Поаплодируем маме Поаплодируем папе Поаплодируем бабушке И Роме тоже поаплодируем Ну что ж Мы поздравляем вас С рождением Новой семьи И с объединением Семей Это достойно Аплодируем бабушке Мужная душа В одном Любятка через двести Создает сапога Вместе Держись крошка Это твой белый танец Любимым папой Я вас прошу В центр нашего танцпола И поддержите аплодисментами Папу и дочку Ты порой был странным очень Незаслуженную меру Чтоб научить Ты люби меня больше жизни И добра для меня хотели Чтобы я хорошо училась Чтоб случайно не отступилась И чтоб дома было не поздно И счастливой был мой оттен Папа-папа-папа Посидим вдвоем Папа-папа-папа Почучу нальем Мы с тобой в парках Старые друзья Время пролетело Позрослевая Ты ходишь на меня в экране Что-то шепчешь с улыбкой маме Ты бываешь чем недоволен Тем, о чем я порой пою Я не так и ночом училась И ни разу не оступилась Ты поймешь, ты простишь Я знаю Ни путь, а мне дочь свою Папа-папа-папа Посидим вдвоем Папа-папа Папа-папа Почучу нальем Мы с тобой в парках Старые друзья Друзья, ваши аплодисменты Игорю Леонидовичу и Алене Дорогой, уважаемый папа Я прошу вас, пожалуйста Передайте свою красавицу-дочь В руки молодому, надежному Настоящему мужчине И под его ответственность Пожмите символично руку Друзья, это аплодисментов достойно Самых неистовых Аленка, это папа от счастья тебе фату снимает Папочка, пожалуйста, у нас присаживается Молодые сейчас танцуют первый танец Молодые сейчас танцуют первый танец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ваши самые бурные аплодисменты, дорогие друзья Вы красавчики! Браво вам! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, и, конечно же, самый первый Первый стол приглашаю к нам сюда Давайте поприветствуем, дорогие друзья Встречайте! Алифтина, Гульнара, Антон, Елена и Сергей Как хорошо, что есть друзья Которых спешу поздравить я Игорь и Наташа Аленочка и Саша От всей души вас поздравляю Огромного счастья вам желаю Живите всегда в достатке И будет у вас все в порядке Молодоженов сегодня будем восхвалять А родительский долг воспитывать и охранять Пусть в жизни у них все сложится Богатство приумножится Детишек нарожают и счастливо живут Гойко Алена, дорогая С днем свадьбы поздравляю Крепкой любви вам, Саша, желаю Тебе с ним очень повезло Живите долго и счастливо В душе всегда будет весна И радости вашей семье сполна Этот день каждый год 50 лет отмечайте И к вам на праздник нас приглашайте Мы будем рады видеть вас А вы посмотрите на нас Я сегодня весь вечер реву и реву Как будто своего сына отдаю Нет, правда, я знаю этих молодых очень давно Саша, это, можно сказать, наш второй ребенок Из мальчиков, он у нас рос Он рос на моих глазах, на наших Вот дорос до такого вот Уже мужчины взрослого Уже просто голова не верит, что уже женятся наши дети Алена тоже знаю очень давно Тоже была маленькой девочкой Да и Бог вам счастья, здоровья Чтобы у вас была вся ваша семья Любите очень друг друга Всегда берегите друг дружку Ведь теперь одно целое А теперь семья Ломановой АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в нашем городе Да ладно в городе В России появилась еще одна Ячейка общества Которая называется семьей Семья, то есть Семь и я То есть Каждый из вас Будет ответственно Друг за друга Берегите себя Как бы трудного вам не было Но Вам нужен этот путь Пройти с достоинством Как говорила одна бабушка Ругайтесь Миритесь Но вместе ложитесь Хоть боком Хоть задом Но главное рядом АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня мы стали большой семьей Большой уже Вам сегодня много скажут тостов Пожеланий И уже много чего сказали А я скажу тост Знаете что? Что за счастье не пьют За него борются За любовь не пьют Ее занимаются За здоровье не пьют За него молятся А мы вам пожелаем Чтобы во всем мечты сбылись Пусть они всегда сбываются Давайте за это выпьем Это важно А чтобы ваши мечты сбывались Мы вам хотим подарить Вот этот вот чудесный чайник А к нему прилагается Вот такая вот чудесная инструкция Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Все, давайте следующих поздравляющих поприветствуем. Встречаем с бурными агрессивентами Изабелла, Дарья, Зарина, Виктория, Андрей, Лена и Игорь. Вот это красивый стол. Я тебя хочу поздравить теперь в качестве сестры. Близко так. Я очень рада, что мы с тобой начали общаться. Хоть не так давно, но начали. Это прям для меня самое-самое близкое. Я хочу вас теперь поздравить. У вас семья. У вас хорошая, большая семья. Пожелать вам счастья. Чтобы у вас все-все-все сбылось. Правда. Чтобы вы были счастливы. Поздравляю вас. К тебе мы приехали за тысячи километров. Я ни разу ни об этом не пожалела. Ты сегодня как в сказке. И светятся ярко твои глазки. Дальше я ничего не помню. Желаю вам большой-большой любви. Семейного благополучия. И пусть я так далеко, но я всегда с тобой близко. И как бы я очень сильно тебя люблю. Поздравляю от всего сердца. Саш, береги Алену. Ален, береги Сашу. Будьте всегда-всегда вместе. Любите друг друга. И всего вам самого прекрасного. Горько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да дошли, дошли. Ну что я могу сказать? Могу поздравить с днём рождения. С днём рождения вашей семьи. Сегодня семьи Ломановых. Я всю жизнь думала, что Алена будет агафоном всю жизнь. Агафоном всю жизнь. Ну ладно. Вы что? Ну вот мы тоже. Мы желаем вам чтобы Алена, наверное, не убежала Сашу. Саша и Алена. Ну нет, там всё будет взаимно. Мы очень вас любим. Поддерживать будем во всём. Счастье и горько. Давайте. Теперь до восьми, девяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ура! Спасибо. Дорогие мои, молодая семья Ломановых. Я поздравляю вас с этим прекрасным днём. Желаю вам самое главное – это счастье. Ваши родные, ваши друзья всегда поддержат вас. Этот день, 12 марта, мы запомним на всю жизнь. Поздравляю вас. Я очень сильно волнуюсь. Очень много народа смотрит на меня. В общем, очень много слов будет сказано. Уже говорили. Что я могу пожелать? Слушайте друг друга. И главное – слышьте. Поддерживайте друг друга в любых ситуациях, какие бы они сложными ни были. И любите друг друга. Навсегда. Привешно. Да. Еще раз горько. Горько! Горько! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Деньги. 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 Счастья. Слушайте, как вовремя вы покричали. А мне интересно, кто-нибудь сегодня вот третий стол вообще перекричит? В смысле это вызов? Ребята, это, короче, батл. Видимо, вы громче или они? Вы громче? Вы громче. Подождите, подождите, подождите. Вы? Ваш стол по-любому громче, да? По-любому громче. Ну, их просто меньше. А так, чтобы на будущее, вот если кричать, то уж дружно, да? А не только стол номер три, который муа, моя любовь просто. Ну что, друзья, тут была заставка из Угадай мелодии. Это такой бессменный конкурс уже на протяжении многих наших праздников. Знаю, что в нем уже участвовала вот эта часть гостей. Но мы хотим, чтобы вот эти гости тоже немножко взбодрились, да? Особенно старшее поколение, потому что, как правило, старшее поколение на конкурсы, на активные, выходит редко. Поэтому заставки для них. Ну что, поиграем в Угадай мелодию? Подождите. Согласны тогда сразу. Это Тима Белорусских, а песня, как называется? А сейчас стол номер три нам споет. Прекрасно! Прекрасно! Аленка! Аленка! Отлично! Следующая! Бритни Спирс! Аленка! Аплодисменты! Молодец! Следующая! А подарок-то кому вручать? Давай! Держи, держи! Держи, держи! Вы-то хорошо кричите, что мне хочется всем дать подарок, ну что-то как-то, не знаю. Ладно, давай следующую! Ирина Аллегрова, угонщица! Чудесно! Следующая! Обстановка по кайту, мы с тобой, в этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайту, я тебя поцелую. Я тебя угр� SAY на глазах крутит в рай прямо сейчас. Обстановка по кайту, мы с тобой у нас. И даст он ее поет, и говорит, я не помню. Ладно, кто помнит? Обстановка по кайту — Кто-кто? Какой-то Олег. Держи. Майами? Давай, держи. Отлично. Ладно, пусть будет какой-то Олег. Ты знаешь, кто это? Нет, нормально. Давай. Аня, у них там своя свадьба. Вы мои хорошие. Антоша, на тебе. Держи. Рома, на тебе тоже. Держи. Папа ответил за тебя. Молодец. Папа, молодец. Можно я спрошу? Солнышко, ты тоже знаешь, кто поет? Ты знаешь, да, кто поет? Не знаю, что, ладно. Так я хоть знаю. Давай, следующую. А кто сбацает со мной? Пойдем. Она постоит тишиной, кругой, она ладонной. Вечерние звезды, вероятные судьбы. И одна из них забыла. Я хочу умею. Она постоит, а другая для его усов, он меня зовет. А что, так тихо, да? Красотка! Всем так надо, да? Ой, спасибо. Давай еще. Все, там уже ответили. Это Зиммерт. Следующее. Нет, это не Максим. Краски. Нет! Это не краски. Это не краски. О, сейчас, подождите. Ты знаешь? Скажи всем. Вот так вот, умничка. Держи тебе подарочек. Это вирус. Давай еще. Нет. 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 Лена, молодец. Держи. И давай еще две, и все хорош. Ну что, кто? О, наконец-то. Я тебя махала, махала. Господи, держи. Давай последнюю. Вот так, твое любимое. Вот так. И плавненько. Вот прямо на этом треке переходим к танцу. Да? Смотри, как разогрелись, прям хотят потанцевать. Да ведь? Да? Да, да. Все, друзья, вы молодцы. Было круто. Не прощаемся, конечно же. Будет еще горячее. Приглашаю на танцпол. Давайте взорвем его. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну давай по фактам, братка. Ты к земле ближе, чем моя девятка. Если мы позарим не о бабках, то ты слышишь, что... ДИТЕЛИСКАЯ МАЛОДОВАННОМ ЯЗЫКЕ Людям не напитят вас. Ты заболешь, что и басик. Это твои, басик. Ты голова, топит вас. Людям не напитят вас. Ты заболешь, что и басик. Это твои, басик. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИТЕЛИСКАЯ МАЛОДОВАННОМ ЯЗЫКЕ Итак, к первому столику у нас присоединились гости, которых мы ждали, когда, собственно говоря, первый стол мы приглашали молодых поздравить. Эти гостей не было. Давайте мы их поприветствуем. Встречайте, пожалуйста, Антон, Марина и маленький Роман. Что сказать? Я, если честно, я растерялся, да. Не стесняйся, Антон. Своей сестренкой, что я хочу пожелать? Блин, я помню тебя маленькую и сгубь на тебя сейчас, как бы, да. Для меня ты всегда будешь такая маленькая, как в детстве. Хочу пожелать вам всего только самого наилучшего взаимопонимания друг другу, счастья и добра. Если будет вера, как бы, ну, любовь самих себя, то все будет. Поздравляю вас с этим событием. Я искренне рад, мы рады. Поздравляем вас в наших северах. Спасибо, будьте счастливы. Горька. Счастья и любви. А что говоришь? Счастья и любви. Шесть, семь, двое, семь, девять. Алена, я тебя люблю. Поздравляю, Алена. Поздравляю вас. Это же самые приятные моменты, да? Вообще на свайпе. Итак, я бы сейчас сразу хотела дать слово столику номер два. Давайте поприветствуем. Ну, во-первых, еще раз, бабушку Сашу свою, она сейчас тоже к нам сюда выходит. Людмила Александровна, Маша, Станислав, Элина и Устья. Дорогие мои, я желаю вам счастья. Много-много счастья. Я люблю вас. Я волнуюсь. Дорогой мой братишка, я хочу поздравить тебя и твою замечательную жену с таким важным днем. Ты сделал очень важный шаг в этой жизни. И я хочу, чтобы вы были счастливы, потому что это очень важно. Пусть в вашей семье будет очень много тепла, уюта, любви и взаимопонимания. Просто уважайте друг друга, любите и слушайте, потому что самое главное – это слушать. Я вас очень люблю и поздравляю. Друзья мои, сегодня особенный день. Сегодня Саша без мячика. Сегодня Саша в костюме. И хочется пожелать Саше, Алене, чтобы сегодняшние эмоции, чтобы сегодняшнее тепло зала, чтобы вся эта энергетика была с ними как можно дольше. А если вдруг настанет момент, когда чуток искра угаснет, ну пускай они видео посмотрят, фотографии сегодняшнего вечера, ну и немножко отдавят. Постарайтесь сохранить нежность вашу и берегите то чувство, которое именно вот сейчас. На долгие-долгие годы. И будьте счастливы. И как тут полюбили уже кричать, горько! Три, 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 семь, пять, шесть, восемь, шесть, одиннадцать, шиненадцать! Как за счетом немножко? Больше не пойдете? Давайте. Это чтобы было здесь громче, чем там, по-любому, да? Вот так мне хорошо, я буду к нему почаще приходить. А, давайте за поздравления, дорогие друзья, поднимайте ваши бокалы, поднимайтесь с радостью, с удовольствием, с любовью, за Аленку и за Сашку! Да, громче стало! В нашей команде появилась тяжелая артиллерия, которая весит столько же, сколько вешу я. Это вот наш экран, это плазма, да? Все посмотрите, вот она. Нет, я не хвастаюсь, как бы не подумаю. Чуть-чуть, чуть-чуть Никиту хвалю. И у нас есть возможность сейчас проводить разные крутые конкурсы. На самом деле эти конкурсы вы хотели провести еще у ребят на свадьбе, но нам тут запороли все с экраном, к сожалению. Теперь мы так не рискуем и на чужих экранах не работаем. Для того, чтобы провести следующий конкурс, мне нужен мужчина один, у которого... Какой гаджет вот у вас? С яблочком? Нет. Бес. Это пока подождите. У кого с яблочком гаджет? Из мальчиков? Нет. Ну выходи. Ничего делать не надо. Пошли. Итак, смотри, нам сейчас нужно с тобой... Че вы ржете? Тебе и мне сканировать вот этот QR-код. Мы сейчас с Никитой поедем. Кто из нас приедет первый, тот победил. Ты или я. Чем сильнее ты третешь своим телефоном, вот так, тем быстрее едет твоя машинка. Раз. Давай, 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 блин. Блин, ты опытный что ли, а? Никита, блин. Ладно, победил Никита. Выходи в меню, удаляй нас. Кто хочет, подожди, ты еще будешь. Антон к нам идет. Да, сканируем. Кто болеет за Никиту? Кто болеет за Володю? А кто болеет за Антона? Молодец. Все, ты шли, поехали. Опять раунд, детка. Ты вообще ничего. Антон, это что? Молодец. Кто еще пойдет? Давайте, ребята, неограниченное количество. Ты золото мое. Ну, наконец-то. Пошла вода горячая. Сейчас девочка выйдет. Ох, по-любому всех порвет. Раз, два, три. Поехали. Саня, ты красавчик. Красная точка. А, два, три. Ура! Короче. Это было хорошо. Аленка, пожалуйста. Молодцы. Я думаю, что в любом случае дружба. Все молодцы. Ну, хороший, замечательный конкурс. А мы продолжаем вас поздравлять. Я хотела пригласить как бы стол номер пять, но за ним никого нет. Поэтому я приглашаю стол номер четыре всех ваших друзей одной компании. Да? Вы же не против? Давайте, ребята, выходите, встречайте. Андрей, Мария, Дмитрия, Анастасия, Александр, Алина, Никита, Наталья, Иван, Максим, Никита, Данила, Яна, Иван, София, Мария и Владимир. Вот так. Уважаемые Алена и Александр, мы поздравляем вас с днем вашей свадьбы. Желаем вам семейного благополучия и счастья. Берегите свою любовь. Дарите друг другу счастье и улыбку. Храните понимание. Пусть этот чудесный день, день вашей свадьбы, останется в вашей памяти на всю жизнь. Ну, я прочту. Дорогие Саша и Александр, друзья, мы сегодня так рады за вас, вы самая классная пара. Храните любовь и сияние глаз, как лучший от жизни подарок. Пусть чувствуют, становятся только теплее и крепнее союз в разгадании. Живите счастливее всех на земле, а чистого сердца желаем. И самое главное, искренней и неупускаемой любви. Самое главное, найдите общий язык, чтобы когда приходили оба с работы домой, не было о чем всегда поговорить. Счастье на любви вам. Пусть все в вашей жизни сложится хорошо. Самое главное, это вам крепкого здоровья, чтобы все у вас складывалось так, как хотите вы. Счастья вам. Дорогие Саши. Поздравляем с днем вашей свадьбы. Пусть ваш совместный путь будет легким и счастливым. И ваша семья ждет достатки, счастья и любви. Горька! 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 Александр, ребенок, вам сегодня много очень пожелали, всего хорошего. Я вам пожелаю, чтобы просто все, что вы пожелали, сегодня просто забылось. Саша, Алена, за то время, в которое я с вами общался, я узнал о вас как веселых, добрых, жизнерадостных и энергичных людей. Я желаю, чтобы ваша семейная жизнь была такой же веселой, доброй, жизнерадостной, чтобы вы уважали его друга. И чтобы все склоки и обиды, которые у вас в любом случае будут, они бывают у всех, вы могли решить и решали. Чтобы вы ценили этого друга и не забывали о том, насколько вы любите этого друга. Ну, а дальше я слово предъявил Никите, Наташу. Ну и вот все, что вам сказали, пусть это зальют все в цемент и она останется на всю жизнь нам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обнимашки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нигде ранее наши молодожены не обнимались так часто, как на собственной свадьбе. Я вам открою, не маленький, не секрет совершенно, уже нигде так не наобнимайтесь, как сегодня. Еще будут подходить и обнимать, и обнимать, и обнимать, и обнимать. Прекрасно. Ну что, все поздравили, дорогие гости? Да, да, все, все, вроде бы все поздравили, ни про кого не забыла. И это прекрасно. Давайте поднимем бокалы за ваши пожелания и за то, чтобы все, что вы сегодня сказали нашим молодым, обязательно сбылось и осуществилось, друзья мои, за Александра и Алену Ломановых. Уважаемые гости, скажите мне, пожалуйста, вот как вы думаете, в молодой семье главный подарок, самый долгожданный, это... Дети или деньги? Деньги, говорит Алена. Дети? Цветы жизни? Цветы жизни. Все быстрого, да? Цветы жизни. Прекрасно, это правда. И я думаю, что пришла пора нам с вами немножечко погадать, кто же будет первенцем в семье Саши и Алены. Мальчик или, может быть, девочка, а? Девочка? Давайте, мои дорогие помощники, выходите ко мне. Вам все аплодируют сейчас. Те, кто хотят, чтобы была первая девочка у Саши и Алены, у нас, смотрите, у мальчика розовые пузынки. Розовые. Кто хочет, чтобы был мальчик, у нас у девочки голубые пузынки. Ну так, да, на минуточку, чтобы не запутались. Все, вы готовы отдать свой голос? Готовы? И три-четыре, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, не путайте в голову. Ребята, не путайте в голову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока, считаю, до пяти можно еще подойти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп! Все, перевели все. Итак, ребят, молодожены, Саша, Алена, ты идешь у нас к Алене, вы идете к Саше. Считаем, потом плюсуем то, что пришло вам безналом. Вот только что. А у меня вопрос к дорогим гостям. Юлия, да, здесь. Нет, я все правильно сказала. У мальчика, я сказала, розовые. И у мальчика, который держит, он же мальчик. И туда кладем за девочку. Это, это, нет, это Джеймисон виноват. Это не вы. Бывает такое, ничего страшного. Можно же переголосовать. В смысле, еще положить? Тоже хорошо. Кто мне сделала? Ты, вам только скажи, давайте еще, я пошутила. Все, 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 спасибо. Давайте руки поднимите, кто голосовал за девочку. Девочку. Почему? Внук есть девочку, внучку хотим. Да вы что, девушки, это самые красавицы наши. Это да, это я согласна. Девушки, это муа. Иду. Помощница. Ну, у тебя-то да. У тебя красотка и помощница, и у нее будет. Папа, за девочку? Да. Почему? Чтобы была красивой. Это, да, главный критерий. Хорошо. Кто еще за девочку? Иду. Давайте. Просто потому что. А ну, действительно, тебе можно так ответить. Ты красивая, можно, да, и так отвечать. Алена, почему за девочку? Он мне так сказал, что будет девочке ему доверять. А, он тебе так сказал. Нифига себе, у вас высокие отношения. Тут кто за девочку? Ты. Не ты, ты, давай. Просто перепутали. Ё-моё, блин, а, ладно, не убивайте меня, это я виновата. Ну, не показывайте вы своих эмоций, ну зачем? Кто за мальчика голосовал? Давай, Саш, почему? Потому что должен быть богатырь, во-первых, по-любому. Ну, кто-то должен защищать семью, кроме Саши? Вот я и думаю, хоть кто-то, думаю, а Саня, чё? Нормально, так, и давай, Сереж, почему? Почему? Ну, в принципе, должен же быть добытчик. Сначала же было так. Да. Кто говорил? Да, я. Да, Юля говорила. Вот, поэтому. Да, поэтому за мальчика, прекрасно. Так, посчитали? Давайте чуть-чуть музыку, Никита, добавьте, а мы поговорим пока. Я думаю, что всё получилось правильно. И посмотрим, сбудется, не сбудется, не знаю. Но в семье Ломановых, по вашим прогнозам, дорогие друзья, в скором времени появится самый настоящий пацан! Вот перепутали, и всё равно получилось, как вы хотели, да? Вы же за мальчика хотели? Ну всё, теперь я не чувствую себя перед вами такой виноватой. А то мне было уже немножко стыдно. Ну что, дорогие друзья, поднимайте ваши бокалы за будущих детей Алены и Саши! Два, два, три! Алены и Саши! Голубые глаза, наполнены солью Знаю, как дают тебя я не вспомню Голубые глаза, промноженный закат Голубые глаза Голубые глаза Наполнены солью Знаю, когда-то Тебя я не вспомню Голубые глаза Провожали закаты Голубые глаза Кричали куда ты Браво вам! Ну что, дорогие друзья О, смотрите-ка Не успела ничего сказать Предлагаю присоединиться к этим бравым Зайданка, как и ретража Все, хорошо. Итак, друзья, мы же не зря привезли с собой такой большой телевизор, да? Я хочу провести еще один конкурс, который частично на нем завязан. Мы будем смотреть на экран и видеть там некоторые вещи. И первый вопрос у нас будет для мальчика. Посмотрите, мальчики, что это? Скажите нам, пожалуйста. Тихо все. Что это? Тампон. Чтобы тоналку наносить. Тампоном-то нужно? Да, да, да. Самое сложно. Теперь вопрос. Простите, пожалуйста, за подробности. Куда этим тампоном наносят тоналку? Можно уточнить? На лицо. А, да, на лицо. В общем, эта штучка называется бьюти-блендер. Все объясняет сразу, да? Сразу все, что... А в простонародье как? Это же спонжик. Спонжик. Понятно, ладно, молодцы, мальчики. Теперь на мрази закрыл экран. Хорошо. Итак, нет, все. Девочки, вам вопрос. Мальчики молчат. Девочки, что это? Это шуруп. Саморез. 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 Подождите. Какой саморез? Саморез. Четырехгранный. Подожди сюда, говори. Подкручивают крестовой твердочкой. Я знаю, я так делала. Так, шуруп или саморез? Саморез. Саморез. Сочетаем. Саморез. Все, ладно, аплодисменты, девочка. Подожди, Никит. Подожди. Ну, аплодисменты громкие. Просто в основном, как бы все говорят, что это гвоздик. И тут я такая. Я знаю, спасибо, девчонки. Все, мальчики, вам вопрос следующий. Что это? Тихо все. А это для ресницы? А это для ресницы? Это потому что он так сказал? Ну, не подсказывай. Я знаю, что это для ресниц. Что это для ресниц? Что? Выпрямитель. Утюжок. Утюжок для ресниц. Закручиватель. Закручиватель. Чтобы ресницы какие были? Вот такие. Вот такие были ресницы. Изогнутые или прямые? Прямые. То есть мне надо вот... Я сказала, что такие. Я сказала, что все. Если Малейкин сказал, я спорить вообще не буду с ним. Ладно. Это утюжок для ресниц. Спасибо, что хоть для ресниц... Что хоть не тамбон, слава богу. Давайте девочкам можно вопрос. Что это? Мальчики молчат. Дрель. Перфоратор. Неправильно. Нет, красотки мои. Какой-то отбойник. Отбивает асфальт. Отбивает асфальт. Нет, не знаю. Слушайте, как кипят мозги. Вы уже все ответили? Для асфальта штука такая отбивает. Отбойник, да? Ну, можно, знаете, как сказать? Отбойный молоток. Да! Все, молодцы. Для асфальта отбивает нормально. Поплодируйте девочкам. Отбивает. Следующий вопрос, пожалуйста, мальчикам. Что это? Тихо все молчат. От мешков. Патчи. Подожди. А их кто использует? Девочки? Все. Мальчики тоже. А еще одну. А можно вот так? Это я утром после банкета встала и пошла. Это патчи, да? Вот сейчас поднимите руку в зале, мальчики. Вот кому хоть раз? Жена, девушка, девочка патчи лепила. Ай! Да фига себе того, пыши себе. Патчи мэны, а? Девчонкам вопрос. Че это, девочки? Все молчат? Никто ничего не говорит? Коробка передач? Нет. Ну, че вы подсказываете? Ну, зачем? Ну, потому что вам сказали. Я знаю. Конечно. Если вы знаете... Кто сказал? Да, это карбюратор. Блин. Вам подсказали. Вообще. Да? Ладно, да ладно. Позасчитаем кому-нибудь. Давайте мальчикам. УЗИ. Нет, это не УЗИ. Это, наверное, это. Тихо, 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 тихо. Целлюлит убирать. Не подсказывайте, пожалуйста. Не так. Голос и голос. Лазерная эпиляция. То есть вам, девочки, подсказывают, а вы, блин, заваливаете. Лазерная эпиляция. Это лазерная эпиляция? А как называется эта фигня? Шугаринг. Да почему шугаринг-то? Лазерная эпиляция. Как? Лазерный эпиляция. Лазерный эпиляция. Лазерный эпиляция. Нет, неправильно. По-простому-то вы не можете сказать, что это лазер просто. Все, молодцы. Аплодисменты. Это просто лазер. С его помощью убирают волосы. Где угодно. И давайте по последней картинке. Что это? Профильная линейка? Нет. Там есть слово «профиль». Черепица. Вы что, не знаете, что это? Плинтус. Профильный плинтус. Нет. Профессиональный плинтус. Ладно, показывай. Это направляющий профиль для циркулярной пилы. Я, говорит, знала ясно. Ты не знал? Ты чё? И давайте последнюю картинку мальчикам. Как называется тишина данный вид окрашивания волос? Просто, мальчики. Мелирования нет. Тихо, тихо. Обесцвечивание. Обесцвечивание нет. Я всё слышу. Обесцвечивание. Обесцвечивание. Какое? Обесцвечивание. Обесцвечивание. Не правильно. А как правильно? А что это? А что это что-то другое? Балаяж. Никто уже в Балаяж не красится. Вообще-то это амбре. Всё, аплодисменты, мальчик. А второй тур, да? Классический, патресик. Ну всё, первые у нас танцуют Никита. Девочки повторяют. Поехали. Все-все повторяют. Что я пойму, мне обидно. Я задаю эти фото и видосы, фото по трамваю. Душу раздирают, игры и пасты. Приветствую местная школа и монасты. Не забудьте баться, я так много кричился. Хоть не получился, семья смирится. Можешь поделать, вместе с секретами. Запускаться тут, аккуратно, не зажим. Ещё в прошлая рана, новый видос. А теперь всё мало, тебе всё удало. Новый видос. Не он, а я, я не хипец. Ла-ла-ла-ла, тебе со мало. Ты же носик, я никитосик. Ла-ла-ла-ла, тебе со мало. Ты же носик, я никитосик. Я не только у нас, ведь ты Никитосик. У всех девчонок башни спросят, Другвы там кричи и всех разносят. Никитосик, Никитосик, ловчей всё спосит. Задаешь вопросы, Никитосик, Никитосик. У мамы гаспит, Никитосик, гастрольный чёст. Две аплодисменты. Молодец, Никита. Не подвел. Алена, а теперь твоя задача показывать движение вот этим красавцам-мальчики максимально кручно. Повторяем с Аленой. Не халтурием. Три-четыре. Алена, поехали. Внимание, мужчины. Две аплодисменты. Две аплодисменты, Алене. Слушайте, вы вообще видели, как они хорошо молододовано плачили? Красавцы. Молодцы. Оправдали мои ожидания. Так, ну что, будем выбирать победителя? Или так все понятно, да, Аленка? В смысле? Как обычно? Ладно, давайте поаплодируем мальчикам. И девочкам! С вами себя это нормально. Да ладно, ну чего вы, спасибо. Самое главное, а ты еще поорете? Еще раз поорете? Ну давайте, я люблю поорать, все любят поорать. И мальчики! Девочки! Это класс народа был. Ничего не могу поделать. Ты что, расстроился? Ты расстроил? Итак, уважаемые гости, я хочу обратить ваше внимание на вот такую вот красивую бутылку шампанского, ручной работы, которая сегодня полностью соответствует нашему общему оформлению, нашему декору. Здесь у нас буквы, первые буквы имен наших молодоженов, АА и дата их свадьбы 12 марта 2021 года. Я думаю, что она честно достанется тому, кто назовет за нее наибольшую стоимость. Полторы тысячи раз. Я очень быстро ее продам. Полторы тысячи два. Две тысячи. Две тысячи раз. Ручку поднимите, кто две тысячи предлагал. Две тысячи раз. Молодец, борода тебе идет. Две тысячи два. Две с половиной раз. Две с половиной два. Кто три? Я же говорю, борода тебе идет. Три тысячи раз. Три сто. Три пятьсот. Три пятьсот. Вот это я понимаю. Три шестьсот. Какая невиданная щедрость. Три семьсот. Разгоняем. Давай, давай. Сколько? Три девятьсот. Три девятьсот. Четыре. Бей посуду, я плачу. Пять. Какая у тебя борода. Пять тысяч раз. Пять тысяч два. Мне тоже смешно. Жаль, поржать не могу с вами вместе. Пять тысяч два с половиной. Че-то все так это... Ну что ж, я иду к обладателю красивой бороды. Мы все равно вместе разопьем. Спасибо. Нет, он ее даже не отдаст вам. Какой разопьем? Через год, да, ведь откроет? И пять тысяч рублей. Три продана. Молодец. В дополнение достаются обнимашки от Алены и крепкое рукопожатие от Саши. Деньги вперед! А, без знал? Покажи в камеру. Да, все. Давайте садитесь. И у нас традиция. Мы показываем, что перевели денежки, да? Да. Все, ну вот теперь, дорогие друзья, поднимаем ваши бокалы за невиданную щедрость нашего гостя. Смотрите, все очень просто. Игра называется «Громкий летун». И мы с вами, своими голосами, будем управлять птичкой, которая будет лететь и собирать монеты. Мы сначала разомнемся для команды «Динозавры». Нужно будет покричать. Раз, два, три. Покричите. Еще раз старт. Нажимаем, кричит команда «Оливки». Раз, два, три. Ничего себе вы поорвать. И команда «Бандиты» вам видно хоть? Пойдемте. В тесно-белом цвете, как весна-бороз. Пусть, рано-белее. Пойдемте. Теперь двадцатую монету собрай и не выходи пока. Поняли, в чем их ошибка? У них птичка просто долбилась по верхам. Команда «Оливки» у нас будет петь песню «Лежда нами любовь». Песня «Оливки» у нас будет петь песню «Лежда нами любовь». Песня «Оливки» у нас будет петь песню «Лежда нами любовь». Песня «Оливки» у нас будет петь песню «Лежда нами любовь». Песня «Оливки» у нас будет петь песню «Лежда нами любовь». Песня «Оливки» у нас будет петь песню «Лежда нами любовь» Да. Молодцы. Ладно, вы просто песню эту не знали. А куда вы пошли, у вас еще будет один шанс. Так, к вам возвращаемся, да? Споем песню «Зайка моя» споем. Красавцы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, что я поняла, это... Ну и давайте сейчас все выйдем и споем мою любимую песню «Районы и кварталы», которую знают все. Ну что, эту песню мы посвящаем всем тем, кто сегодня сюда пришел, да? Хорошая песня, песня «Свобода, равенство и любви» про районы, про кварталы. Никитос, давай! И... ПЕСНЯ Как вы думаете, есть победители в этом конкурсе? Я лично себе весь голос сорвала, просто как я орала. Вы молодцы, это и динозавры, и олитки, и бандиты. Ура! Спасибо, друзья! Делаем паузу, танцуем, надо чуть-чуть отдохнуть. Аленка, Сашка, победили. Все, вовремя. Аленка, Хочется мне спросить, есть у нас в зале леди, которые до сих пор не вышли замуж? Да! Но, походу, очень хотят, да? Есть? Девчонки, выходите, пожалуйста. Сначала, леди, сиди, пока сиди-сиди. Отдыхай. Мы тебя позовем на секунду и обратно отпустим. Ну, девчонки, давайте, выходите к нам, сюда, на наш танцпул. Передумала замуж выходить? Ух ты! Все, остальные все замужем, да? Прекрасно, посмотрели, красивые девочки. Аленочка, выходи, пожалуйста, к нам. Еще никто не разулся. И раз, два, три! Короче, вырвала победу и друг, вообще. Так, нам нужны мальчики холостые, холостые, холостые. Они сourбны и друг, вообще. Как они хорошо смотрятся, да? В белых рубашках такие все. Саня, давай, я за чем болею вообще. Поворачивайся с пенальцией. И... Не бросайся! Раз. И... Два. И... Три! Гошикова, аликина! Сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Есть миллионы шансов. Есть миллионы шансов. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Друзья мои, поддержите молодых аплодисментами! Друзья мои, наши молодожены приняли прекрасное решение, первые кусочки этого свадебного торта отдать тем, кто этот торт больше всех ждал. Это наши самые маленькие, самые юные гости! Антон, Рома, Устья, выходите! Давайте, пожалуйста, идите сюда! Ой, как здорово! Молодцы! Спасибо! Идите ко мне сюда! Друзья, я хочу обратиться, сказать, давайте чуть-чуть внимания, посмотрите для вас накрыта чайная зона, можно угоститься чаем, будет порезан торт, подходите, пожалуйста, пробуйте! Потом выносите свои рекомендации, вкусный какой-то, красивый, нормальный, вкусный торт. Обязательно угощайте, потому что если он весь здесь останется, мы расстроимся, правда? Надо его съесть! Дорогие друзья, родители, родственники, близкие, все, кто здесь собрались, вы нам очень дорогие. Нам очень приятно, что вы разделили с нами эту новость, этот день наш, что вы были с нами в этот момент, в эту секунду. Спасибо вам большое! Мы очень вам всем благодарны! Также хотим выразить свою благодарность нашей замечательной ведущей, самой красивой и самой сногсшибательной. Также видеографу, фотографу, диджею. Спасибо всем большое за организацию, все было очень круто! Спасибо вам! Спасибо, что все разделили с нами этот значимый для нас день, что все пришли. И просто спасибо, что вы все приехали, что мы все здесь. И по традиции, да, я подытожу. Хочу сказать, что у нас ничего еще не заканчивается, для вас еще будет дальше дискотека, будете тут танцевать, отдыхать. Нам нужно сейчас зафиналить и торжественную часть нашу завершить. И есть у меня такая традиция, про нее уже все знают. Я вообще люблю поговорить, а вот про тех, кого люблю поговорить, это вот прям хлебом не корми. Мы с ребятами познакомились три месяца назад на свадьбе Никиты и Наташи Малейкиных вот здесь, в Лесной Поляне. И не в обиду девочкам, да, другим, которые были на этой свадьбе, я сразу Алене потом на нашей встрече первой при подготовке к их свадьбе сказала, что она единственная девушка, которую я, в принципе, запомнила на этом банкете, потому что она единственная, ну, кроме Наташки, понятно, мне улыбалась. То есть я на нее смотрела, и она всегда мне улыбалась, и такая прям, я думаю, ой, какая девчонка красивая, такие глаза у нее, думаю, офигеть. И потом она мне написала, вот. Я, конечно, очень удивилась, нет, я, конечно, знаю, что вы молодцы, но я удивилась, потому что обычно так вот, чтобы сразу, да, они особо-то не выбирали, пришли к нам, думаю, круто, ладно, будем дальше удивлять. Я хочу сказать, что ваш союз, ребят, я считаю, что он очень надежный. Вы реально, наверное, самые, ну, прям практически одни из самых воспитанных молодожен, которые у нас были. Вот за мои 10 лет, вот уже почти 10 лет, точно, мне даже декоратор говорит, господи, такая воспитанная девочка, такая, говорит, сдержанная, так все. Конечно, спасибо за это родителям, но это очень круто про своих детей вообще слышать такие вещи, да, это без лишней лести. Да и, в принципе, все время, пока мы готовились, они всегда были такие, нравится, да, ну, они, конечно, выражали свое мнение очень четко, объясняли, хотим это, хотим то, но все очень как-то деликатно. Вот, Никита там добавляет уже, я слышу эхо моего голоса, чтобы я, видимо, быстрее закончила. Я хочу сказать спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы сегодня здесь собрались, правда, с кем-то мы видимся уже не первый раз, да, и, возможно, не последний, с кем-то вообще не первый раз, не раз, кого-то я знаю из таких вот лет, например, да, лету, кто не знает, вообще-то мы родственники, да, и это прекрасно. Я рада, что сегодня здесь были счастливые, любящие люди, это невероятно круто. По традиции представлю вам нашу команду, посмотрите на экран, если вы сканируете этот QR-код, вы придете в наш инстаграм, вы увидите и узнаете, она все самое интересное. Наша команда называется Ваулав, и сегодня все здесь, кроме вот этих красивых людей, было сделано нашими руками. Меня зовут Юлия Белоусова, за пультом для вас был Никитос, снимали у вас сегодня Юлия Родигоршкова, декор от компании Арфа Декор, букет невесты от цветочки ИКБ, образ невесты Лена Ларетина. Все было круто, спасибо вам, еще увидимся, да? Все, можно бежать на танцпол и танцить. Субтитры сделал DimaTorzok